Заодно выяснили еще один из источников Паскаля. Давайте, пожалуй, мы отпустим из магазинасти нашу первую докладчицу. Она была первой, поэтому ей досталось много вопросов. Собственно, и по делам, потому что доклад был хорошим. Значит, следующий у нас доклад коллективный. С ним выступает Илона Светликова и трое ее учеников. Барбара Кукушкина, Павел Юшина и Мария Фисенко. Доклад называется «О истинных законах движения небесных тел. История астрономии, образ Коперника, век позитивизма». Илона Юрьевна, как вы будете организовывать выступление? Мы делегировали Павла Юшина, который все расскажет. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Хорошо? Хорошо. Тогда я делюсь презентацией. Итак, перед вами фрагмент позднего стихотворения Валерия Брюсова «Бесконечность», которое, коротко говоря, посвящено проблеме познания. Помогает ли наука понять Вселенную или космологические теории, лишь сказки, навеянные человечеству Землей? В нем есть ряд анахронизмов, которые мы попробуем разобрать. Сперва мы собрались сосредоточиться на Копернике, но внимание наше постепенно привлекли «Халдейские пастухи». К Копернику мы обратимся ближе к концу доклада. Для начала прочтем этот фрагмент. «Ни пастухи ли халдей следили ход планет? Не тысячи ль умов из всех земных историй жгли глазом глуп небес высот обсерваторий? Не никли ль мудры над тайной дали тех? Вслед за Коперником небесных толп стротек законов не дал ли мирам? Спорт с божествами. Гордитесь смертное, он жил между вами». Брюсов намечает линию развития астрономии от глубокой древности до Ньютона. Последняя строка, как отметили комментаторы, взята из надписи на его могиле. Законы Ньютона взаимнуют здесь кульминационный момент в развитии астрономии. И это у нас вопросов не вызывает. Вопросы вызывают халдейские пастухи. Почему халдейские, мы как будто понимаем. И комментарий нам об этом напоминает. Халдеи, пишут комментаторы, считались основоположниками астрономии. Не вполне ясно, почему именно пастухи. Сослаться на каприз по этической фантазии мы в данном случае не можем. Это не единственный случай, когда на рубеже 20 века мы встречаем халдейских пастухов. И в литературе одно из ранних историй Брюсова носит название «халдейский пастух». Также о халдейских пастухах была пьеса Сера Пелодана «Сын звезд», известная благодаря музыке, которую написал к ней Эрик Сати. И в изобразительных искусствах в 1912 году сюжетом скульптур, которые подавались на римскую премию, были именно халдейские пастухи. Справа на слайде вы можете видеть скульптуру, которая взяла первый приз. Причем часто, как и у Брюсова, речь шла не просто о колоритных персонажах, колоритных восточных персонажах, но об изобретателях астрономии. В современных историях астрономии халдейских пастухах, как правило, не пишут. Историки вавилонской астрономии работают с материалами древнейших астрономических вычислений, ставших доступными благодаря раскопкам. И не обсуждают, по крайней мере, в той литературе, которая нам известна, письменно не зафиксированных астрономических наблюдений. Практически единственный след былого увлечения пастухами, которые можно обнаружить в современной литературе, носит характер от противного и состоит в сильном акценте на том, что в вавилонской астрономии важнейшую роль играла математика. Роль же наблюдений была очень скромной, и наблюдения эти были весьма неточными. Им препятствовали погодные условия, например, частые песчаные бури. При этом прежде ясность неба была таким же верным спутником халдейской астрономии, как и пастухи. Предполагаемая ясность неба обеспечивала прекрасную видимость небесных тел, которые наслаждались пастухи, делавшие первые в истории астрономические наблюдения. Пик научной славы халдейских пастухов приходится на XIX век. В это время образ пастухов, изобретателей астрономии, становится настолько прочной и заметной частью исторического воображения, что его влияние проявляется даже в специфической трактовке этимологии слова астрономия. В популярном трактате по астрономии, принадлежавшем первого известного полимата Джона Гершеля, сына выдающегося астронома Уильяма Гершеля, мы находим два варианта этимологии этого слова. Один, до сих пор популярный, но неверный, связан со словом nomos, закон. Второй, верный, с глаголом nemo, nemein, то есть по первому значению распределять. Однако Гершель поясняет этот вариант с ссылкой на другое значение этого глагола. To tend as a shepherd's flock so that astronomos means shepherd of the stars. В 19 веке эта этимология встречается не раз. Приведем лишь еще один пример. Известный французский физик Жак Бобине назвал открывателей комет охотниками за звездами, шассер дарси, мотивировав подобное нововведение аналогией со словом астрономы, то есть пастухи звезд, дарже дарса, которым, как он замечает, в древности нарекли и наблюдатели неба. Представление о тесной связи пастухов с астрономией было обязано своей популярностью в первую очередь Фонтенелю, который писал в разговорах о множестве миров, что астрономия возникла благодаря досугу халдейских пастухов. Это представление опиралось на несколько источников. Во-первых, на восходящую к древности историографическую традицию, в рамках которой халдеи считались искусственными астрономами и астрологами. Во-вторых, на той же древнюю идею досуга как непременного условия для занятия благородными искусствами. И, в-третьих, на популярность пастеральной традиции или, по выражению самого Фонтенеля, «вкус к пастухам» «люгу пурлебержей». После Фонтенеля халдейские пастухи занимали заметное место в историях науки примерно в течение двух веков. В XVIII и XIX веках их позиции упрочила так называемая стадиальная теория общественного развития, предложенная в лекциях Адама Смита о юриспруденции в 60-х годах XVIII века, подхваченная шотландскими философами и затем получившая общеевропейское признание. Напомним, что, согласно этой теории, человеческие общества проходят четыре ступени развития. Экономическую основу первой составляет охота, второй – скотоводство, затем следует земледелие и коммерция. Пастухи, в отличие от охотников, обладают досугом, которые позволяют им заниматься полезными искусствами, появляющимися как раз на второй стадии. В рамках подобной модели общественной эволюции образ пастухов как первых астрономов приобрел характер закономерного исторического факта. Так и должно было быть. Пастухи, открывшие на досуге астрономию, соответствовали представлениям о том, что полагалось сделать пастухам, у которых появилось свободное время. Считалось, что главенствующей способностью человека на ранних стадиях истории человеческого общества и в особенности на стадии скотоводства у пастухов было воображение. Так, у Вортфорда знаменитой поэме «Прогулка» халдейские пастухи воплощают времена, когда способность воображения управляла, естественно, научными наблюдениями. «The Imaginative Faculty was Lord of Observations Natural». Это гравюра по рисунку английского художника Генри Ховарда «Халдейский пастух, созерцающий небесные тела». Рядом с пастухом, который видит на небе не просто небесные тела, но богов, спит собака, по-видимому, изображенная здесь не только как спутник пастуха, но и как традиционный символ физических чувств, спящих, когда бодрствует воображение. Умственному взору пастуха открывается сон божеств, в центре которого Диана или Вселенная. Халдейская астрономия славилась лунными наблюдениями. Кроме того, тема пастеральной астрономии настраивала на воспоминания о возлюбленном Вселенной Эндемионе, который считался также и первым астрономом, описавшим движение Луны. Будущий редактор Атенеума, шотландский поэт Томас Херви в 1836 году опубликовал поэму «Видение звезд» «A vision of the stars», посвященную веку воображения, которую он ностальгически предпоставлял горестной современности с ее скучной правдой. Гравюра Ховарда служила иллюстрацией Кадипаэма. Популярность халдейских пастухов некоторое время держалась не только верой в их научные достижения, но и попытками эту веру подорвать. Против пастухов, как первых астрономов, выдвигались возражения социально-психологического характера. Когда такое было, чтобы деревенщины, сверцая ежедневно что бы то ни было, стеремировали какие бы то ни было философские идеи? Разве, напротив, постоянное пребывание рядом с определенными вещами не делает разнодушными темы? Люди, которые ежедневно имеют дело с рыбой, не предлагали никакой системы их теологии. Пасти стада выбирают тех парней, по которых не хватает ума, ни для чего другого. И то немногое, что у них есть, не слишком улучшается от их одиноких занятий. В разрез с такого рода взглядами шла тенденция к прославлению пастухов, вызванная потребностью развивать производство шерсти, как отметил один исследователь, реконструируя контекст, исторический контекст английской пастаралия рубежа XIX века. В это время в Англии появилась богатая литература о пастухах. И, кроме того, были известны астрономы, которые в юности были пастухами. Например, шотландский астроном Джеймс Эргисон. Что в нашем контексте, естественно, обращал он в себя внимание и, по выражению уже упоминавшегося Джона Гершеля, возвращало к временам халдейских пастухов. Важным обстоятельством, продлившим жизнь образу халдейских пастухов, был, разумеется, интерес к Востоку. А точнее, характерная для XIX века тенденция к сравнительной переоценке культур Древней Греции и Древнего Востока в пользу последнего. Своё место в этом процессе занимала и халдея с её пастухами. В этом контексте часто акцентировалось не воображение пастухов, но их удивительные знания, одновременно и таинственные, согласие с древней традицией, связывать халдею с астрологией и магией и современной. У Брюссова в более ранних произведениях или у Волошина в поэме «Космос» халдеи, халдейские пастухи ведают тайную науку звёзд. В книге же 1890 года под названием «Our Death to the Past» «Наш долг к прошлому», специально отмечавший научные заслуги халдейских пастухов, высказывалось предположение о том, что в Вавилонской астрономии была известна система Коперника. А заодно и телескоп. Так и в более поздней сказке «Замятленных халдей» 1920 года телескоп оказывается изобретением халдеев. Заметим в скобках, что образ близкой к современности халдеи, то есть не столько таинственной, сколько владеющий современными знаниями или знаниями, которые прямиком ведут к современным, находил отражение в изобразительном искусстве. Это Фивида Шаванн в данном случае следовал за Делакруа, который посвятил тому же сюжету фрагменту росписи библиотеки национального собрания в Бурбонском дворце. И в том, и в другом случае речь не идет ни о буйном воображении древних людей, ни о владении тайным знанием, но о древних началах современной науки. В 19 веке складываются предпосылки для постепенного забвения образа пастухов как основоположников астрономии. Во-первых, идея цивилизационной пользы досуга, от которой во многом зависел этот образ, теряет позиции. Цитата. Иной заключит, что лентяи-халдеи от нечего дела смотрели на небо, да и сочинили астрономию. Так не начиналась «Не одна точная наука». Это фрагмент рецензии 1844 года на одну из популярных книг по астрономии. Возобладала скорее идея необходимости как матери искусств. Толь же древняя, как идея досуга в той же роли, но более востребованная в контексте социальных учений 19 века. А на рубеже 20 века праздности вовсе становятся одним из устойчивых атрибутов рождения. Праздна жизни дикарства, дикари-декаденты. По емкому выражению Андрея Белого. Из праздности с этой точки зрения ничего не рождается. Она является не условием, необходимым для появления цивилизации, а наоборот признаком упадка. Во-вторых, неблагополучное дело обстояло и с воображением. В традиционном конфликте сторонников и противников воображения во второй половине 19 века вверх часто берут противники, получившие подкрепление со стороны позитивистов. Это хорошо видно по ранней рукописи Иванова Разумника, который читал Конта, мечтал стать астрономом и размышлял о прогрессе, выделяя в качестве главной темы истории борьбу разума с воображением. В начале всемирной истории властным единственным царем человека было воображение. Чем дальше идет человек в своем развитии, тем более и более оттесняется воображение и воцаряется разум. Когда человечество достигнет апогея развития, властным царем будет один разум без малейшей примеси воображения. Утрата интереса к способности воображения означала утрату важного элемента почвы, на которой расцвела слава халдейских пастухов, воплощавших собой эту способность. Более того, позитивисты не только косвенно способствовали забвению халдейских пастухов, они и прямо критиковали гипотезу халдейско-пастушеских корней астрономии. Им было важно подчеркнуть разницу между наукой, нацеленной на поиск природных законов и простыми наблюдениями. Халдейские пастухи, утверждал известный английский позитивист Джон Джордж Генри Льюис, велика наблюдений не создали никакой астрономии. Халдейские пастухи могли сколько угодно следить за движением небесных тел и все же знать меньше о физических законах Вселенной, чем простой школьник может узнать за неделю. Да нет, за один день. Писал другой позитивист киностроенный автор в 1849 году. Таким образом, ко времени, когда Брюсов пишет «Бесконечность», история астрономии, начинающаяся с пастухов, уже могла восприниматься как анахронизм и во всяком случае опиралась на идейную почву, которая осталась в прошлом. Характерно, что тему сказок Земли, важную для этого стихотворения, он никак специально не связывает с халдейскими пастухами. Вся история астрономии, включая Коперника Ньютона, одинаково принадлежит области сказок. То есть, существовавшие некогда связи между пастухами и воображением здесь уже нет. Теперь обратимся к концу этого фрагмента. Как было отмечено в первой публикации этого стихотворения, небесный столб стратег это Ньютон. И законы, о которых идет речь, это законы Ньютона. Ньютон следует за Коперником. Иначе говоря, Коперник был таким же небесным столб стратегом, который повелевал мирами. Здесь Брюссов воспользовался одним из множества анахронизмов, окружавших Коперника в 19 и начале 20 века. В современных авторитетных источниках Коперника представляют как стата великого астронома, который иногда считается отцом современной науки. В культурно-политическом контексте рубежа 20 века с его националистическими и межконфессиональными страстями у него было гораздо больше ролей. В зависимости от позиции пишущего Коперник оказывался поляком, немцем или чехом, безбожником или набожным христианином, протестантом или католиком, ненавистным или прославляемым основателем современной культуры, начинающейся с Ренессанса и так далее. У Брюсова Копернику отведена еще одна роль. Роль законодателя, того, кто дал законы мирам, одержав победу в споре с божествами. Наши глаза вкользят по этим строчкам и их в общем ничто не задерживает. Комментария нет и нет ощущения, что в нем есть необходимость. однако разница между современным восприятием и восприятием современников Брюсова заключается в том, что здесь была сосредоточена мысль, которую часто формулировали, но которая еще не стерлась и не стала банальностью. Снова цитата «Представление об аманентной закономерности природных процессов, полностью лишенной личностного характера, прогнало с небес весь сварливый правительствующий совет с его человеческими страстями. Так писал Абби Варбург в конце 1920-х годов в Черновике, прямо упоминая Коперника. Вот буквально визуальное воплощение этой идеи. Это иллюстрация Войтеха Герсона к стихотворению хор-миров польской поэтессы Едвиги Лущевской. Коперник, небесный законодатель, законодатель небес, как говорится в этом стихотворении, дает законы мирам, одержав победу в споре с божествами или со сварливым правительствующим советом, о котором писал Варбург. Здесь изображен тот самый момент индивидуальной истории, когда природу начинают представлять как область, подчиненные физическим законом. В XIX и начале XX века этот момент часто представляли именно так и представляли его как важнейший в истории. При этом астрономия считалась той областью знания, внутри которой появилась сама идея природного закона, на что, как полагали, указывала этимология два слова, традиционно и ошибочно возводившееся к слову номус. Именно астрономия, писал Фламарион, самый известный из множества популяризаторов этой науки, дала человеку понятие о законах природы, отменив чудо и переходь башка. Следует заметить, что понятие физического закона, как показал Эдгар Цильзель в исследовании 1942 года, сложилось лишь в XVII веке в сочинениях Декарта и Спиноза. Ни Коперник, ни даже Галилей не представляли своих научных занятий в терминах поиска законов. И никогда не использовали понятие природного закона. Под влиянием Ньютона законы стали искать повсюду. В XIX веке поиск законов стал конститутивным признаком науки. И произошло это во многом под влиянием Агюста Конта, считавшего астрономию образцом для других наук. А важнейшая заслуга астрономии то, что она позволила человеческому разуму выйти из владенческого состояния, когда все происходящее приписывалось к произвольным божественным прихотям и перейти к зрелому состоянию поиска научных законов. Коперник для Конта был фактически первым позитивистом, что, по-видимому, сказалось на восприятии позитивизма в Польше, где это направление пользовалось большой популярностью. Причем первым писавшим в Польше о позитивизме считается историк Кадриан Коржановский, который много занимался Коперником. Эта гравюра взята из подготовленного Обществом друзей наук в Познании роскошного юбилейного альбома в честь 400-летия Коперника, который дает некоторое представление об атмосфере юбилейных торжеств 1873-го года. Коперник для Польши был не только великий поляк, что само по себе всячески подчеркивалось на фоне конкуренции со стороны немцев, но также залогом великого будущего Польши. На этой гравюре мы видим и апофеоз Польши, которая надеялась вернуть политическое и культурное могущество. Тем более, что мотив научных законов легко осуществлялся с идеей власти, передавая этой сцене и более специфический политический оценок. За ходом юбилейных торжеств они замечательно изображены вот на этой гравюре и неслучайно бдительно наблюдали и русские и прусские власти. Брюсов в своем стихотворении не использует политический потенциал, которым обладалась Кура Коперника. Учитывая контекст стихотворения, смысл которого в том, что все наши познания сказки сношенные землей, легкий сарказм, различимый в переводе надгробной надписью Ньютона, гордитесь смертны, он жил между вами, слегка задевает и Коперника, как такого же мнимого стратега небесных толп, но ничего политического там нет. Иначе действовал Александр Блок, который в поэме «Возмездие» упоминает тот самый памятник, который здесь увенчивает. Герой «Возмездие» оказывается в униженной и жаждущем мести в Варшаве. Памятник Копернику влачает разлитый повсюду дух мстительной Химеры. Подобно Брюсову, Блок отказывает системе Коперника в истинности. И Коперник сам готовит месть. В глазах польских патриотов Коперник сулил Польшей великое будущее, что подразумевало уничтожение существующего порядка или, говоря на языке одновременно и революционеров и популяризаторов астрономии, старого мира. Так иногда называли Птолемеевскую картину мира, разрушителем которой считали Коперника. Наглядное представление ассоциации мести и Коперника можно увидеть вероятно и в этой фигуре одноногой с черным флагом и выразительным лицом возможно тут перед нами затаивший месть ветеран польского восстания. В чем все это важно и о чем это говорит? Среди прочего о том периоде в истории европейской культуры, когда астрономия была предметом интереса, степень распространенности и интенсивности которого нам сейчас трудно себе представить, поскольку сейчас ничего подобного нет. Вот эта картинка из журнала Свет и Тени в этом смысле очень характерна. Такого рода желающих заняться астрономией в то время было очень много. Этот интерес нередко сохранялся на всю жизнь. Как, например, в случае Блока, который в гимназии представлял себя астрономом-любителем, а в конце жизни делал выписки из книг по астрономии. С Брюссовым было примерно то же самое. Он писал об астрономии в гимназии, конспектировал научно-популярные сочинения американского астронома Орнсбе Митчелла, а в последний год жизни написал текстоварение «Бесконечность». И астрономия в «Бесконечности» важнейшая область человеческого творчества. Принимая все это во внимание, естественно предположить, что и халдейские пастухи, и Коперник не являются здесь знаками с выхлоченным смыслом. За ними тянулись шлейфы значений, среди которых были и неизбежные в случае подобной популярности анахронизма, представляющие собой один из надежных ключей к более глубокому пониманию культуры прошлого. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, я сейчас не вижу, если желающие выступить с вопросом. Да, пожалуйста, Гера Аркадьевна, да? Спасибо огромное. У меня вопрос, на который, наверное, Брюсоведы знают, ответ, но вы этого совсем не упомянули. Вот эта последняя строчка, брюсовская, это ведь пушкинская первая строчка стихотворения, «Он между нами жил», только чуть-чуть измененная ритмически, стихотворение посвящено Мицкевичу и представляет собой пушкинское. Полемику с Мицкевичем именно по поводу Польши и отношений с Россией, то есть вот тот самый политический контекст. Это к астрономии отношений никакого не имеет, но поскольку вы говорили про Коперника и польскую политику, вот как-то можно это увязать, и это как-то к вашей концепции может быть применено? Ой, Вера Аркадьевна, спасибо, мы вот про это не знали, мы просто посмотрели, мы посмотрели, то есть в комментарии этого нету, в комментарии, ну вот, который мы видим, это нету, значит, мы наш просто пошли по пути такому, как бы, чтобы удостовериться, насколько было распространено знание этой формулы в связи с Ньютоном, мы это быстро обнаружили, просто в Брагаузе и Фроне, как бы, это такое, что-то очень-очень известное, вот, но что касается Пушкина, мы не знали, спасибо, мы поднимем. Совершенно не по-настоящему про Ньютона, но он между нами с этого не сразу не шел, я посмотрел сейчас быстренько, оно, конечно, не печаталось при жизни Пушкина, но оно в конце как раз XIX века, и там надо посмотреть, но это первая строчка, там сначала напечатали шесть строчек, потом что-то прибавили, кажется, последняя до Брюсова была в 1903 году, в собрании сочинений Пушкина, но, как сказать, Брюсов, Брюсов, конечно, знал, не, это... В общем, что незнание мало, вероятно, но я бы вам это, так сказать, как приношение некоторое. Спасибо большое. И спасибо, вообще, это головокружительно интересно, еще надо это все как-то освоить в уме. Спасибо. Борис Маслов, пожалуйста. Спасибо большое за замечательный доклад. У меня замечание, скорее всего, не нужно, на всякий случай, я хотел упомянуть, и вопрос тоже, скорее всего, вы уже об этом думали, но вот не могу его не задать. Вы говорили, Павел, о том, что традиция хавргийских пастухов как-то пересекается с идеей пасторами, пастухива, досужие люди, которые в таком-то идиллическом состоянии могут позволить себе заниматься наблюдениями. Может быть, стоит вспомнить Гесиода, потому что главный источник таких астрономических знаний в дидактической традиции, в традиции дидактического эпоса, это, конечно, труды Дней Гесиода. Гесиод себя изображает как пастуха. Может быть, это тоже как-то где-то могло прорезонировать. Что касается вот этой замечательной картинки ребенок, который мечтает под астрономой, это прогрессивное значение астрономии в деле неисповержения старого мира, вы думали о значении планетариев уже в советскую эпоху как о таком очень важном компоненте просвещенческой деятельности. Планетария как такая советская институция, которая распространяет правильные знания о мире. Спасибо. Спасибо, Борис Павлович. Что касается первого, я просто быстро отвечу. У нас огромный такой банк про пастухов, который связан с Гесиодом, конечно, Так что Гесиода мы учли, но спасибо за напоминание. напоминание. А что касается планетариев, как вам сказать, но мы не то чтобы добрались уже прямо до советской эпохи, хотя у нас есть какие-то материалы, но вот то, что было в 19 веке и в начале 20 века, деятельность астрономических обществ очень активная, популяризаторская и связанная в том числе и с постройкой планетариев, ну вот то, что в Петербурге, например, и как бы обсерватории было гораздо больше передвижных, деревянных, на Марсовом поле стояла обсерватория. Короче говоря, их была масса. Поэтому да, мы учитывали и были там, как вот находили мои коллеги, я в данном случае просто пытаюсь собрать все то, что они нашли, были не только была такая возможность не только посмотреть на звезды, с которой проблема, да, обычный человек, который смотрит в телескоп с первого раза вообще ничего не видит. Вот, но кроме того устраивали, например, театральные представления, показ вот того, что происходит на небе, гораздо более наглядный. Короче говоря, да, мы с этим материалом работаем, пока не знаем, что мы с ним будем делать, но да, мы его учитываем. У меня еще был вопрос. Если я правильно понимаю, по сегодняшним представлениям, остановление остановления было связано с деятельностью не столько пастухов, сколько земледельцев, особенно в зонах плевного земледелия, которым нужно было рассчитывать точно годовой климатический цикл. А вот когда эта версия появилась и стал конкурировать с пастушеской, и был ли у нее тоже какой-то общекультурный шлейф за пределами собственной истории науки? В XIX веке она уже есть. Она уже нам встречалась в источниках, уже появляются. Собственно говоря, вот ту гравюру, которую мы показывали, Генри Ховард, там есть разные названия. Есть название с пастухом, а есть название с пазент, с земледельцем. Поэтому как бы есть и такое. Но мы не смотрели в эту сторону, поскольку нас интересовали, конечно, больше пастухи. Но вот в XIX веке она уже есть. Есть еще вопросы, пожалуйста, для получения. Есть довольно любопытный полемический отклик Пастернака на халдейских пастухов Брюсова в теме с вариациями. Цикл, как известно, посвящен Пушкину. Это ли кровли халдей напоминает печет, жарко, кажется, а кровь холодеет вечность, но вечность не в счет. Шар там и здесь, но вместо пастухов появляются кровли, то есть профессиональные астрономы. Да, спасибо. Мы это не учитывали. Спасибо огромное.